Доброе утро, дорогие коллеги! Приветствую всех на интерстриме инвесторов Utrade TV. Меня зовут Игорь Суздальцев, и мы начинаем эфир передачи «Инвестиционные идеи». И сегодня у нас уже с вами 13 октября 2020 года, вторник. Вчера кое-что нам было понятно на рынке. Надеюсь, сегодня станет еще понятнее. Просто потому, что некоторые тренды, они оформились, скажем так, более очевидно. Напомню также, что сегодня 13 число. Это очень счастливый день, как правило, в жизни участников Utrade TV. Поэтому сегодня можно покупать, что хотите, в любую сторону. Все равно должны заработать вот такая правда жизни, друзья. Куда бы вы ни прятались, богатство и удача настигнет вас, нападет из-за угла, и вы от нее не сможете убежать. Все, друзья, начинаем обзор технического и фундаментального анализа. И примем с вами решение, как нам жить и работать сегодня. Итак, евро-доллар, коллеги. Вчера мы с вами говорили о том, что доллар по основным инструментам ослабевает. Ждали укрепления еврика, поскольку никаких факторов в пользу укрепления доллара не было. Но еврик закрылся на сильной отметке 1.18.10. Вверх-вниз сходил, ни в чью сторону не прыгнул. Сегодня, друзья, то же самое. Ничего особого не происходит. Доллар укрепляется. Ну, видимо, вот это спокойствие внутри политической жизни в США сразу влияет на рынок, сразу все успокаивается, и люди спокойно начинают покупать доллар. То есть практика работы до выборов в ближайшие три недели, до выборов в США, естественно, 3 ноября 2020 года, она такова. Есть плохие новости по Америке, продаем доллар. Нет плохих новостей по Америке, покупаем. Вот сегодня классическое подтверждение этой теории. Евро-доллар снизился до 1.1787. Но, обращаю ваше внимание, торговый диапазон сохраняется. Тренд, нижняя граница восходящего тренда проколота, но не пробита. Хотя сегодня, конечно, может быть ключевым для евро-доллара. Может ли он сходить ниже, закрыться ниже, стать сигналом дальнейшего движения? Здесь, конечно, может. Верю ли я? Ну, не особо. То есть, какой-то идет, наверное, коррекция какая-то происходит. Не более чем. Нет, не вижу пока шансов для укрепления доллара. Отсутствие плохих новостей таким уж сильным драйвером и долгим. Мне кажется, быть не может. Тем более, Трамп, ну, уже понятно, что он будет бороться. Вот, во всяком случае, он об этом заявил. Не может же он так нас надурить и все. Сказать, я буду бороться, я пойду на дебаты. И потом, бах, не пойти на дебаты. Да, ну, это не может быть какого. Не верю. Так что, друзья, я бы больше ждал точку хода на покупку. Говорю вам совершенно искренне. Джеймс Бонд пишет, думаю, что Евробакс готовится к движению вверх. Сегодня или завтра двинется, как и золото. Неделю вверх должны закрыть. Понятно. Понятно. Ну, вот пока второй день, смотрите, мы бьем в нижнюю границу восходящего тренда. Давайте понаблюдаем. Давайте понаблюдаем. Я тоже не вижу глубоко вниз, но я по фундаментальным факторам у Джеймса Бонда своя торговая система. И вот то, что вот эти два фильтра разрабатывают в одну сторону, это интересно. Пунтик, друзья, та же история. Но вчера он закрылся в плюсе, а сегодня решил откатить. А давайте посмотрим, как он поведет себя дальше. Сможет ли он вывалиться куда-то в одну из сторон вот этого узкого торгового диапазона этой недели. Та же история. Если пробивает ниже, то шансы есть на поход ниже. Но здесь тоже есть линия тренда восходящего. Давайте и ее, наверное, обозначим для себя. Тут до нижней границы еще очень далеко. Поэтому тут не все так однозначно. Нет. Ну, я бы искал точку формина покупка. Та же история абсолютно. Поскольку доллар доминирует. И не видно пока, на чем он может расти. Доллар иена вчера мощно провалился. Посмотрите. Сегодня Павел пытается скорректироваться. Ну, наверное, та же история. Слушайте. Ну, пока он даже до середины вчерашнего пробоя не откатил. Поэтому формально здесь близко очень сильная зона поддержки, друзья. Здесь мы можем не упереться. Здесь бы я подумал, что делать. Давайте не будем для себя принимать решение по доллару и иене сегодня. Давайте подумаем. И посмотрите, какая похожая ситуация. Вот доллар иена. Вот доллар и франк. А видите, да? Какая похожая картинка. Точно так же. Но единственное, что доллар и франк отбиваются посильнее. Хотя поддержка тут тоже такая же близкая. Давайте тоже понаблюдаем. Потому что по доллару и франку формально надо говорить о том, что движение наверх. Он уже даже закрыл вчерашний, перекрыл уровень вчерашнего открытия. Вот. Если по доллару и иене не перекрыл, там сильный был провал. То есть здесь другая картинка. Они немножко похожи, но не идентичны. Алекс пишет, с чего неделя должна быть в плюсе. Это завязался спор по евро-доллару. Вот так у нас интересно идет. Поэтому, друзья, картинки разные. Доллар иена, доллар-франк. И думать, рассматривать их надо отдельно. Самостоятельно. Как отдельные истории. Вот по доллар-франку я, например, вижу дальнейший рост, исходя из этой картинки. Вполне себе. Если кто-то хочет покупать доллар, доллар-франк – интересная тема. Доллар-каналец, друзья. Пробили мы в пятницу вниз. Сейчас пока держим. Здесь бы я посмотрел на вот этот узкий торговый диапазон коллеги. Сможет ли доллар выйти? Ну, на нет мы сейчас посмотрим, естественно. Сможет ли доллар выйти из него наверх? Однозначности нет. Вчера вниз. Сегодня ровно на эту же величину наверх. Смотрим, наблюдаем. Австралийский доллар. Обаньки. Австралийский доллар второй день падает. Доллар доминирует. Смотрите-ка. Это меня, австралийский доллар, серьезная валюта. Это меня серьезно так встревожит. Я вам хочу сказать. Тут пять раз подумаешь, продавать его или нет. Чем дальше мы заходим в лес валютных инструментов, тем больше дров и больше сомнений. Доллар, турецкая лира. Вот кто хочет покупать доллар, но однозначно турецкая лира. Он раз в неделю сходит вниз и потом всю неделю отбивается наверх. Ну, посмотрите, как-то одинаковые картинки вообще все. Максимум находил три дня вниз. Это было аж в августе. Все. Потом раз дернется вниз и отбой. Раз дернется вниз и отбой. Вот сейчас, смотрите, дернулся в пятницу вниз. И вот второй день идет отбой. Вот это маленькая, друзья, свеча. Это воскресенье. Разница во времени. Это швейцарская платформа, Свиствод, Медотрейдер пятый. И вот это воскресенье с 23 до 24 попадает сюда. Потому что еще в царе еще воскресенье. Поэтому не обращайте на нее внимания или воспринимайте как часть свечи понедельника. Поэтому здесь явно, явно доллар, турецкая лира растет. Давайте в нее заходить будем. И цель здесь видна хорошо. 7,96,02. С текущих 7,88. Это огромные деньги. 800 пунктов. Мне кажется, доллар-лира и надо торговать. ДАКС сегодня решил вниз. Вчера его хорошо вытащили наверх. Сегодня решил вниз. Словом, сегодня решил вниз. Надо покупать ДАКС. Не вери, друзья. Фонда должна идти. Денег полно. Денег полно. С каждым годом становится все больше и больше. Ну, куда их отправить? Целить, что ли? Точно так же с MP500. Вчера мощный рост. Сегодня некоторый откат. Не знаю. Я бы ждал точку входа. Продавать лично не стал бы. Стал бы ждать точку входа на рост. Мне кажется, что мы 3,577, предыдущие ХАИ, повторим достаточно живенько. Здесь у нас и можно увидеть перевернутые головы, плечи и зеркальность. То есть все признаки, символы и знаки на лицо. Я бы искал точку входа на покупку SMP500. Золото. Меня терзают смутные сомнения. Честно вам скажу. Хотя Джеймс Бонд уверенно говорит, что геррика, золото пойдет наверх. Ну, не знаю. Мне кажется, они как раз таки... Золото, серебро, металлы. Мне кажется, могут вполне прогуляться вниз. В политической картинке. Вот эта отметка на пересечении 1891 вполне себе легитимно выглядит. Это 24 доллара, огромные деньги. Я бы не покупал. Я бы, скорее всего, продавал, честно говоря. Та же история с серебром. А серебро ударилось вчера 25-57, но теперь явно хочет прогуляться вниз до сильной поддержки. 24-30 от текущих это 50 центов. Тоже огромные деньги. Да, серебро вниз. Нефть. Эх, нефтюшка порадовала нас. В понедельник прям. Ну, и всю прошлую неделю. Среда, четверг, пятница порадовала. Вчера порадовала. А сейчас что-то развернулось, коллеги. Ну, и вполне может быть, что мы идем вниз. Выкупать. Выкупать. 7.03 по WTI. Ноябрьский. Ой, сори, сори, сори. Да, ноябрьский контракт. До конца недели мы будем его торговать. Он вниз смотрит, коллеги. Он смотрит вниз. Ну, и бренд давайте посмотрим. Бренд тоже смотрит вниз, но мне кажется, не так убедительно. Продавать я бы, скорее, у тебя я продавал. Бренд лучше посмотреть. Мне кажется, да, 39.19. 39.17, это цель внизу есть. Но сегодня наверх он даже попытался пройти этот инструмент. Давайте на бренд посмотрим, я бы его не трогал. Натуральный газ тоже нас расправивает. Такие хорошие расставы были на прошлой неделе. На этой неделе с ГЭПом ушли наверх прямо замечательно. Ну, и нет, пока его заламывают. Я думаю, что натуральный газ вниз. 2.426 наша цель. Напоминаю, что мы удалились в отметку 2.943. Почти к трем подошли. И как бы уже все ждали. 3.3, пока не сложилось. Не сложилось. Доллар китайский, иран, друзья. Сколбасит. Смотрите, какое падение в пятницу. Вчера облились с ГЭПом. С огромным. Резко наверх. Сегодня наверх. Но не удержали отметку. То есть 75.01. Серьезное сопротивление. Наблюдать, коллеги. Ну, и понятно. По логике может уже и отбиться. Попытался взять два дня. Вчера, сегодня брался, пытался пробить этот уровень. Не смог. А мне кажется, доллар китайский, иран, 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 иран. Доллар, рубль, к сожалению, картина другая. 77.32 в моменте. Мы подошли к нижней границе восходящего тренда. Возвернулись раньше. Лои не обновили. И предыдущие лои не обновляли предыдущие. То есть мы второй раз не обновили лои. И явно разворачиваемся наверх, друзья. Да. Да. Ну, давайте посмотрим приблизительно цель, о которой мы можем говорить. Ну, наверное, вот эта отметка 77.90 выглядит себе легенда. Ну, и еврик. Та же история отбивается. Здесь не будем ближайших целей ставить. Вы знаете, здесь даже явное, что еврик отбивается. 92.90. Вот эта цель, она вполне себе обоснована. Далее, коллеги. Вот так выглядит техническая картиномера. Давайте посмотрим фундаментальные факторы. Коронавирус продолжает шествовать по планете. Бьются очередные рекорды. Заболеваемости в мире, в России. Ждут все почему-то прям в один голос, что с 19, когда закончатся школьные каникулы, с 19 октября будут введены карантинные меры. С разных городов эти новости идут. Ожидание, вернее. Это все еще неофициально, друзья. Вот. И в Москве, в частности, эта тема звучит. Переговоры, многие, которые я веду, в Москве переносятся мероприятия с октября-ноября на январь-февраль. Я, конечно, очень недоволен. Но что сделаешь? Давайте дождемся 19-го. Не будем, так сказать, поддаваться панике. Тем более, что я вижу, что Кремль объясняет, что не планирует вводить локдаун, то есть карантинные меры, на фоне роста заболеваемости COVID-19. Вот Дмитрий Песков, принц-секретарь президента России, сказал, что планирует отказаться от введения жестких ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом, так как система здравоохранения, ну, в России имеется в виду, подготовлена лучше, чем весной и имеет больший запас прочности. Вот, замечательно, замечательно. То есть, если 19-го не будут введены резкие ограничения на передвижение, на ведение бизнеса, не будет закрытие торговых центров, как в апреле, и, конечно, мы тогда попытаемся толкать паровоз дальше. Но, друзья, при этом призываю всех соблюдать осторожность. Не мотаться по делу и без дела по городу, не ходить на всякие развлекательные клубы, шмобы. Сейчас совсем не видно по клубам ходить. Мало ли, понимаете, одно дело, вы едете на переговоры куда-то, да, ну, как бы, даже если что, ну, как бы, вроде как по делу ехали. А так вот из-за всяких развлекашек пострадать вообще обидно будет. Далее, друзья, среди горячих новостей, ну, как вы знаете, коронавирус, Алексей Навальный, Беларусь. На второе место сегодня выходит Беларусь. Что произошло? Там, значит, прошел... Вчера прошел митинг, акция протеста, точнее, так называемый марш пенсионеров. Протест людей пенсионного возраста. Я, честно говоря, очень удивлен, сейчас читаю, прям даже не верю. Милиция белорусская применила слезоточивый газ на акции протеста в Минске. Это шумовые патроны. Опа-на, против пенсионеров. То есть люди жизнь положили, страну создавали, строили ее, прозревали. И реально, слезоточивый газ и светошумовые патроны. Это не кто-то там, это РИА новости, государственное информационное агентство, то есть оснований для доверия 100%. Ну, то есть я очень удивлен к этому. Более того, вторая новость меня вообще... Я что-то не пойму. Что происходит? МВД Белоруссии заявило о готовности применить боевое оружие на протестах. Заявил первый заместитель министра внутренних дел Республики Геннадий Казакевич. Господин Казакевич, вы вообще... Вот реально... Как это может быть? Боевое оружие против граждан Белоруссии. Сори-сори. Фу-фу-фу-фу. Не накликайте. Нет, плохому не надо учиться. Это плохо, это неправильно. Против своих граждан? Да вы что? Это, вы подумайте, боевое оружие для применения против преступников. Бандитов, грабителей, убийц и так далее. На опасном задержании. Включите убийцу. Стой. А он убегает. Вы, конечно, достаете ствол и шмаляете. А куда держаться? Естественно, он должен быть задержан, доказан. А тут пенсионеры не от хорошей жизни. Поверьте мне, ни один пенсионер, который более-менее живет на протестную акцию, не выйдет. Наоборот, всегда пенсионеры, это очень такая стабилизирующая основа общества, они всегда голосуют за, всегда ходят на выборы, всегда голосуют за правительство, которое платит им пенсию. Благодарны за эту пенсию. Это все по-честному. Они отработали, им платят пенсию, и они поддерживают правительство, которое платит им пенсию. Ну, по-честному. Социальный контракт, а тут газ, светошумовые патроны, обещание применить боевое оружие, ну, вернее, как предупреждение о возможности применения боевого оружия на протестах. Я не пойму, у нас вообще Белоруссия или Латинская Америка, или что? Это вообще не туда пошло совершенно. Ну, естественно, жители Минска им ответили за пенсионеров. Начали строить баррикады и жечь покрышки. Ну, а как вы хотите? Стариков обидели, естественно, понеслась. И чем это закончится сегодня, вообще не предсказывает. Ну, то есть, пошли на резкое обострение силовики белорусские. Не знаю. То есть, они что хотят? Они хотят сделать, как в Таджикистане, что ли? В Таджикистане, вот, пожалуйста, бессменный лидер нации. Прошли выборы только что. Вот, Эмамали Рахмон, пятый раз переизбран на пост президента Таджикистана. Поддержал его почти 91% избирателей. Возглавляет он страну с 92-го года. И является рекордсменом среди действующих лидеров подсоветских республик по сроку нахождения у власти. И что ни одна цивилизованная страна этих выборов никогда не признавала и не признает. Ну, вот, сейчас вижу, отчет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, еще готовится. Но ранее она ни разу не признала голосование в Таджикистане соответствующим международным стандартам. Ну, естественно, Таджикистан отрезан вообще от цивилизованного мира из-за этого. И единственное, куда их пускают, вот в Россию, да, так сказать, много таджикистских граждан работает там. И все, больше никуда не попадешь. Уже, ну, понятна ситуация с уровнем демократии в Таджикистане. Ну, не надо, я вообще не хочу, чтобы Белоруссия стала похожа на Таджикистан. Ну, это вообще, ну, во-первых, Белоруссия, Европа граничит с другими европейскими государствами. Ну, то есть, может, не надо. Далее, друзья, следующая тема Алексея Навальный. Здесь достаточно тихо. Алексей Навальный лечится, в России не вернулся, поэтому скандала дальнейшего нет. Единственная новость сегодня – это то, что главы МИД стран Евросоюза достигли политического согласия на обведение ограничительных мер против представителей России из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным. Завил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жазер Борей. Ну, то есть, они давно уже, в Снегенку обсуждают эту тему, вот, решили ввести санкции, ну, так сказать, завершилось обсуждение, вот, и вот мне было интересно посмотреть, кто как проголосовал в Евросоюзе, ну, руководитель МИД стран Евросоюза, и вот я вижу, что решение было принято единогласно. Вот это тоже очень серьезное действие, что Европа по Навальному приняла решение единогласно. Значит, там никаких дискуссий нет. Санкции могут быть серьезными. Если бывает дискуссия, то санкции или нет вообще, или очень мягкие. А когда нет дискуссий, естественно, все, что предложится, все тут же и пройдет. Ну, посмотрим, что это будет. Далее, друзья, очень интересная новость из Морган Стэнли, Американский инвестиционный банк, он очень активен в этом году, кстати говоря, он очень активно вкладывает в трейдинг и в инвестиционные компании. Вот смотрите, что он сделал сейчас. Морган Стэнли покупает одну из старейших фирм по управлению инвестициями, называется она Итан Вэнс. Акции выросли и Морган Стэнли, и Итан Вэнс после этого объявления. Но вот очень интересный янц, обратите внимание. В этом году Морган Стэнли в прошлом году купил канадскую фирму Solium Capital, которая управляет акционами. В феврале этого года купил электронную трейдинговую платформу E-Trade, аж за 13 миллиардов долларов. То есть они вложились и в трейд, и в управление. И вот сейчас опять вложились в управление, опять в дисбаланс в пользу управления, и здесь звучит очень интересная мысль. Значит, руководитель Морган Стэнли, генеральный директор, Джеймс Горман его зовут, выбрал стратегию, он объявил о выборе стратегии. И эту стратегию Wall Street Journal протрактует так. Отказ от рискованных торговых операций, которые уже не приносят таких доходов, как в 2000-х годах, и укрепление операций по управлению собственным капиталом клиентов и управлению активами. То есть они в феврале купили E-Trade, это огромная торговая платформа, увидели, что там уже нет тех доходов, которые были в 2000-х годах, ну, имеется в виду с 2000-го по 2020-й, и приняли решение, ну, то есть E-Trade, естественно, никто уже продавать назад не будет, он как будет, так и есть, просто доходность они увидели гораздо меньше, чем была раньше и чем они ожидали. Понимаете, в чем суть? А это очень важно, это очень важно. То есть сейчас, получается, от трейдинга никто отказываться не будет. Клиенты по трейдингу всегда были, есть и будут. Просто надо ясно понимать, что людей в трейдинге будет меньше, сумма внесенных средств будет меньше, найти клиентов на управление капиталом в трейдинге будет труднее, а у нас практически все этим занимаются. Поэтому наряду с трейдингов надо вводить инвестиционную деятельность, инвестиционную активность в самых разных направлениях. Ну, допустим, инвестиционные кооперативы, там шесть направлений ведется, в том числе трейдинг, конечно. Но такие, как реальный сет, конвенчерное финансирование, инвестиции в искусство и так далее, это все сейчас уже безусловно необходимо. Причем Горман, генеральный директор Морген Стэнли, узнал об этом путем затратив 13 миллиардов долларов на покупку и трейда. Я призываю вас сделать этот вывод путем гораздо более дешевым. Понять ошибку, ну не ошибку, скажем так, да нет, даже не ошибка это. Доходность от трейда будет просто не та, которую он ждет. Понять опыт Джеймса Гормана и наряду с управлением активами в сфере трейдинга переходить, искать параллельно второй ручеек в управлении активами в других сферах. Это уже обязательно. Потому что чисто, если Горман увидел, что чисто на трейдинге он не сможет заработать, то как бы и не надо думать, что а мы прямо, не Морген Стэнли по капиталу, а мы прямо сможем. Поэтому здесь это очень серьезная новость, очень серьезное решение. Далее, друзья. Очень интересная новость относительно Германа Лили Вяли. Это основатель брендов «Долгань» и «Красная линия». Его задержали в США под предлогом организации «Финансовая пирамиды», которая собрала 9 миллиардов рублей под предлогом инвестиций «Эппл» и «Найт». Значит, там много известных людей звучат, которые в него инвестировали. Но он достаточно известный предприниматель. Ну, сейчас ему основное предъявляют, естественно, то, что он получал эти деньги, толком никуда не вкладывал, ну, использовал по-другому назначению, скажем так. Так что человека задержали. Вот. Будет, естественно, скандал. Чем дальше, тем больше. Но суть какая? Я не буду там все нюансы обсуждать. Я думаю, что его осудят. Потому что, ну, действительно, американцы же смотрят, деньги пришли. Куда он их вложил в акции или нет? Вот. Если не вложил, а куда-то в другую сторону отправил. Ну, понятно, что финансовая пирамида, понятно, что мошенничество там на голове ему явно прилетит. Герман Лили Вяли. Кстати говоря, бренд «Долгань» был очень известным в 90-е годы. «Красная линия» тоже, я помню. Вот. «Смак» тоже его оказывается, да? То есть он такой достаточно известный предприниматель. Вот. Но я о другом. Что меня поразило? Ну, таких финансовых пирамид хватает. В мире ничего прям такого удивительного нет. Человек уехал в США, думал, что там все сойдет в срок. Да ну да. Если кто, друзья, сделал финансовую пирамиду, не вздумайте ехать в Штаты. Там сроки по 100 лет дарю. За финансовую пирамиду. Вот последнее место, куда надо ехать в случае финансовой пирамиды – это США. То есть о чем он думал, я не понимаю. Но что меня поразило. Значит, Лили Виале пиарил свои инвестиционные услуги через компании, которые назывались… Не знаю, может быть, кто-то сталкивался. Но я надеюсь, никто не инвестировал, да? Там, я думаю, порог входа был очень высокий. Вряд ли мы смогли бы кто-то из нас инвестировать. У него были компании «Анкор Инвест», кстати говоря, известная, «Жи Эль Финанс», по-английски пишется «известная», «Столичная финансовая группа», не слышал, ничего не буду говорить, но и американские компании в том числе. Хотя, ну, короче, в общем, группа компаний, я их озвучил просто, чтобы вы могли, так сказать, представить себе, на каком уровне пиарились. Потому что «Жи Эль Финанс» и «Анкора» – это достаточно хорошо звучали в свое время. Но они все пиарились, что они вкладывают деньги в американский рынок. Прежде всего, «Эппл» и «Найки». Вот «Найки» прямо им в коллаховала, и «Эппл» везде звучал. Это год еще в 15-й, 16-й, 17-й, и так, на память. Но что я поразился. Среди обманутых называют имя Никиты Михалкова. А Никита Михалков, вы знаете, да, очень остро критикует США по самым разным поводам. И надо же, а сам большую сумму через «Ли Юля» вложил в «Эппл» и «Найки». Или, во всяком случае, думал, что вложил. Что-то как-то, господин Михалков, что-то как-то непонятно. Вы или поменьше Америку критикуете, или хотя бы деньги в нее не вкладываете, потому что, получается, вы сами себе вредите. Вы вложили в американские акции деньги, и тут же Америку, так сказать, критикуете остров. Это же вы курс понижаете, это же вы, так сказать, эффективность своей инвестиции снижаете. Ну, вообще, честно говоря, так удивительно, да? Никита Михалков, крупный инвестиционер в американские акции. Ну, друзья, и еще одна новость очень важная и интересная. Значит, НАСА объявила о том, что можно зарегистрироваться для полета на Марс. Я думаю, а что это, как это? То есть вы на Марс, без меня? Вы что там, ненормальные, что ли, все? Да, естественно, тут же зарегистрировался, друзья. Вот мой билет предварительный, бесплатный, в котором сказано, что значит, я, Игорь Суздальцев и НАСА, официально со страницы НАСА, значит, участвую в будущей миссии на Марс. Вылет у меня в июле 26-го года, ну, еще не скоро, с мыса Канаверал, Флорида, Земля, и прибытие кратера Жезера Марс. Значит, я ссылочку в чате даю, ссылочку в чате даю, если кто-то хочет вместе со мной, там соседнее место свободно, прям записывайтесь, все. Значит, пассажира, как в качестве кого? Что ж вы думаете, меня прям за руль пустят, что ли? Джеймс Бонд пишет, Игорь, я полечу с вами. Все, друзья, место занято, но еще место в космолете, место еще осталось, если что. Некоторые люди стали писать, Игорь, а билеты на Луну есть? Нет, билеты на Луну уже закончились. Может, завтра с утра, посмотрите, может, будет. Кстати, один из американских коллег, посмотрите, комментарии на Фейсбуке, Кевин Бьонсон, он пишет, что «А это все типа это…» Сейчас я вам скажу, как он написал. «У меня, говорит, был билет такой же от TransWalk Airways на Луну еще в 60-х годах, к сожалению, я его потерял. Да я думаю, что если бы даже не потерял, он бы его использовать нельзя, на Луну так никто и не летает. Поэтому, друзья, ну что, НАСА так уже на Марс прямо глаз положило, уже эти пассажиров уже собирают, все. Шутки шутками, но они людей приучают к возможности полета. Александр Кравчук троллит нас, пишет, места остались только в первой и второй ступенях. То есть, в тех, которые отстегиваются. Александр, вот так, друзья, у нас все такие люди добрые, отзывчивые. Но, коллеги, без всяких шуток. Джеймс Бон пишет, у меня только вопрос, повернуть на землю обещали? О, вот это я что-то не спросил даже, надо будет уточнить у нас, как там вообще план-то какой. Ну что, друзья, вот так выглядит сегодня картина мира. Давайте подведем итоги. Прежде всего посмотрим, что наша монета. Вчера монета показала, я вижу, бай. Вот, по нефти WTI состоялся, состоялся селл, ставим ей минус. Давайте спросим сегодня, как она видит ситуацию. У монеты две стороны, бай и селл. Бросаем, ловим, волнуемся, смотрим. Селл видит монета на сегодня. О, WTI. Значит, подводим итоги. А, макроэкономика. Стоп, стоп, стоп. Макроэкономика. Вижу, что выходной в Гонконге. Написано, тайфун, ноут рейдинг дэй. Вот, деткам в Гонконге халявка. А, у нас тайфун. А, в школу не пойду, мама. Выглянул в окно. Ой, мама, тайфун, в школу не пойду. А мама не выглядел в окно? не проверит. А там тайфуна нет никакого. Так что, друзья, тайфун в Гонконге. Важно, кстати говоря, участник финансовых рынков крупный достаточно до сих пор. Все разбежались откуда. И все, и все. То есть ничего. Сегодня торгуем по техническому анализу. Ждем Трампа. Я верю, что придет. С утра, друзья, доллар укрепляется. На отсутствие плохих новостей из США нет обострения политического конфликта, нет взаимной критики, нет грязи, вливаемой кандидатами президента США друг на друга. Поэтому так немного подзатихло. Доллар укрепляется. Не верю, что это надолго, потому что ровно через три недели выборы в США, друзья. 3 ноября 2020 года за три недели можно еще грязью сильно побросаться. Поэтому моя идея, то, что мы увидим ослабление доллара по состоянию на утро 3 ноября, она остается в силе. Я бы искал точки входа на покупку, в том числе и евро, и фунт. На покупку евро и фунта, естественно. Если кто-то хочет покупать упорно все-таки доллар, я считаю, что доллар-иена очень интересный вариант, и доллар-лира очень интересный вариант, которые мощно растут на любом состоянии доллара. Можно, конечно, назвать и доллар-рубль, но поскольку мне это невыгодно, политически я его, наверное, называть не буду, надеюсь, что органы денежно-кредитного управления Российской Федерации, прежде всего Минфин и Банк России, примут меры и казнят любителей доллара, понимаешь, укрепив его сегодня. Я каждый день так надеюсь, иногда срабатывает. Друзья, но мне кажется, доллар-лира гораздо лучший кандидат для любителей покупки доллара. Что касается металлов, вы знаете, смотрим, изучаем. Нет идей. Что касается фонды, коллеги, да, СМП-500 подснизился в моменте, но абсолютно никакого основания для продаж я не вижу, искал бы точку входа на покупку. Это, конечно, не выбор номер один, сегодня нет, это вчера был выбор один, сегодня выбор один все-таки валюта. И я бы, например, еврофунтик рассматривал в качестве основных кандидатов, но в то же время СМП-500 тоже, тоже можно рассмотреть как вариант на торговые операции, скажем так. Спасибо, друзья. Всем удачи, хорошего настроения и успешной торговли. СМП-500. СМП-500. СМП-500.